Птицефабрика Атимарская один из крупнейших в Поволжье производителей высококачественной продукции птицеводства и животноводства. В год здесь получают свыше полумиллиарда куриных яиц, а количество содержащейся птицы превышает 2 миллиона 300 тысяч голов. Это огромное хозяйство, которое нужно обеспечить полноценными кормами, так что постоянное повышение урожайности зерновых для Атимарской одна из приоритетных задач. В этом году погода могла быть и лучше, агрария от Азимых ожидали большего. Теперь надеются на яровые культуры и надежды эти не беспочвенны. По Азимам где-то у нас идет урожайность 27 центнеров с гектара. Такая средняя урожайность, не больно маленькая, не больно большая, по сравнению с прошлым годом. В прошлый год 30 центнеров где-то было. Ну, я думаю, яровые, ячмень, яровая пшеница, на вид они более хорошие. Думаю, прошлогодний результат 30-31 центнер мы получим. Ну, если погодные условия дадут, как вот стояли, когда Азимой выбирали, такая сухая, жаркая погода, в течение 10-12 дней мы зерновые уберем. Все полученное зерно Атимарская птицефабрика хранит у себя, площадь складов позволяет. То же самое касается его сортировки и просушки. Недавно здесь нарастили мощности оборудования за счет нового комплекса. От комбайна привозим где-то 600-700 тонн. Мы это все за сутки перерабатываем. И плюс это привозят еще вот это, в другие хозяйства, где-то 300-350 тонн. Тысячи-тысячи 100 тонн в сутки мы все перерабатываем. Тут у нас все механизировано, только операторы и вот немножко, которые убирают это, в которое зерно просыпалось. Влияние человеческого фактора минимизировано, производительность труда напротив выросла. Это означает, с одной стороны, снижение себестоимости продукции, с другой – достойные зарплаты для персонала. Несколько лет назад агрономы Атимарской серьезно взялись за новую для себя культуру – кукурузу. А в этом сезоне условия для нее складываются благоприятные. Специалисты говорят, растения хорошо отзвели, початки формируются правильные, полноценные. По этому году вид на урожай кукурузы нормальные. Здесь у нас находится, в птицефабрике посеяли мы на 1100 гектаров по зерновой технологии, 275 на этот, на силос. Ну, как вот вы видите, вид на урожай хороший, более 70 тонн, наверное, в этом году получим кукурузу. И надеемся, что у нас в птицеводстве будет полноценный корм для птицы. Кукуруза, повышающая энергетическую ценность комбикормов, и сама по себе довольно продуктивная культура. Накопленный Атимарцами опыт ее выращивания говорит о том, что она может давать сверхвысокие урожаи. В нашем хозяйстве в этом году мы посеяли 4 сорта. Это 2 сорта – это КВСовские импортные и 2 сорта – свои российские. Ну, и посеяли тоже 10 делянок импортных и российских сортов для испытания. У нас такие делянки тоже есть. Посмотрим, какой гибрид будет лучше, и после будем выбирать, какой приобрести. Но для достижения таких результатов нужна постоянная кропотливая работа. Появляются новые сорта и гибрида, значит, чтобы обеспечить стабильность показателей, а тем более их рост, необходимо постоянно учиться и экспериментировать. По прошлому году 55, до этого доходило до 80 сантиметров с гектара. Даже участки были у нас, когда в 2011 году начали выращивать первый год, на 100 гектарах мы получили кукурузу где-то 110 сантиметров. Но в этом году планируем где-то 75 сантиметров получить. Площади сельхозугодий позволяют птицефабрике Атимарская обеспечить себя кормами примерно на 25%. Остальное зерно приходится закупать, и здесь плечо всегда подставляет надежный партнер. Мордовское агропромышленное объединение. Павел Степаненко, Игорь Гангаев. Наши новости из Атимара.